В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. В одном из зданий Видновского специализированного дома ребенка скоро закончится масштабная реконструкция. Впечатление самое благоприятное. То есть в каждой комнате, на каждом этаже идут активные работы. Необычный подарок в неделю доброты и щедрости предприниматели Ленинского городского округа преподнесли ребятам из многодетных семей. Я решил маленький горшочек сделать. Спарта НК провела блестящий матч с Косовской Приштиной. Продолжат ли наши девушки борьбу за Еврокубок? Восемьдесят миллионов рублей выделены из областного бюджета на реконструкцию одного из зданий Видновского специализированного дома ребенка. Простоявшее много лет в удручающем виде уже к Новому году оно распахнет свои двери. Проконтролировать ход работ приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Вместе с ним на объекте была и наша съемочная группа. Какая площадь объекта всего? 1300 квадратов. 1300. И что здесь? Тотельная, праздничная? И общежитие. Соответственно у нас три палаты, один бокс, место для встречи детей с родителями планируется, ну и технические помещения подсобные. А еще водолечебница на нижнем этаже, где детей порадуют приятными, а главное полезными процедурами. Так что объект станет поистине многопрофильным и, конечно, соответствующим современным требованиям и технологиям. Депутат Московской областной думы Владимир Жук в ходе рабочего визита прошелся по всем трем этажам здания. Впечатление самое благоприятное. То есть в каждой комнате, на каждом этаже идут активные работы и видно, что людей много. И все хотят завершить Новый год хорошим подарком. Для жителей видно. Чтобы подарок подоспел к Новому году, окончание реконструкции запланировано на 31 декабря, подрядчик не жалеет ни сил, ни времени. Уже сейчас смонтированы лифты, завезены строительные и отделочные материалы. На 80% выполнено остекление. В помещениях тепло и подключены все коммуникации. Темпы реконструкции впечатляют. Она стартовала в начале ноября и с каждым днем результат все заметнее. Только сейчас в здании трудится 70 человек. И работают они в две смены. Преображается и прилегающая к зданию территория. На площади почти один гектар появится игровая зона и живописный сад. Приехали малые архитектурные формы. Это каруселька, песочница. То есть, как мы смонтируем, будет выполнено резиновое покрытие. Все это будет установлено. Здесь резиновое, а вот здесь будет газон. Чтобы превратить здание 1937 года постройки в конфетку, из областного бюджета выделены 80 миллионов рублей. И пусть фасада еще в лесах и пока никуда не деться от шума дрелей и перфораторов, но все это временно. Депутат городского поселения Видное Татьяна Ершова помнит, в каком неприглядном состоянии было здание и сейчас рада его второму рождению. Один год были обращения и от сотрудников, и от жителей, и от родителей по поводу этого заброшенного здания. И вот, наконец-то, сработала государственная программа по строительству социальных объектов. Это первоочередные такие проблемы. Их надо обязательно решать в первую очередь, потому что это касается наших детей, их комфорта, их здоровья. Депутаты планируют и дальше контролировать ход строительных и отделочных работ. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Юные жители Ленинского городского округа получили самый важный в своей жизни документ – паспорт гражданина Российской Федерации. На вручение побывала наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Юлии Погосян. В торжественной обстановке в историко-культурном центре ребятам, достигшим 14-летнего возраста, вручили паспорта, которые теперь для этих молодых людей станут основным документом, удостоверяющим личность. Это ваш день, потому что, надеюсь, вы его запомните. Я, во всяком случае, помню тот день, когда мне вручали паспорт гражданина Советского Союза. Вот, в этот раз получаете паспорт гражданина России. Это великая страна, это великая держава. На каждый паспорт заранее одели красочную обложку с патриотичной надписью «Любимое Подмосковье». Обложка будет сохранять не только целостность документа, но и напоминать его владельцу о малой родине. В паспортах юных граждан России теперь будет находиться вся самая важная информация их жизни. Помимо основных фамилий, имя, место рождения, сюда будут заноситься отметки о военной обязанности, заключении брака, детях, вплоть до группы крови и номер ИНН. Ответственность опять уже прилегает с родителей на ребенка. Становится первым у них документ. И будем надеяться, что он будет ценить этот документ. Очень радостно. Виновники торжества свою ответственность осознают. Более того, давно к ней готовы. Многие ребята с нетерпением ждали этого дня. Не терпелось уже получить этот документ, потому что он очень важный. Я считаю, что это ворота во взрослую жизнь. Теперь у ребят начнется отчет взрослой жизни. В следующий раз новый паспорт им предстоит получить в 20 лет. Следующий в 45, который останется навсегда. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сделать своими руками уникальную кружку-пиалу, которую потом можно использовать по назначению. Такой необычный подарок в неделю доброты и щедрости предприниматели Ленинского городского округа решили преподнести ребятам из многодетных семей. Постигала премудрости гончарного мастерства и наша съемочная группа. В гончарной мастерской заметное оживление. Ребята с интересом рассматривают расставленные на полках работы. Гончарный круг и саму глину – материал, из которого сегодня им предстоит слепить собственную кружку-пиалу. Лепить можно тоже разными способами. Я вам сегодня предлагаю лепку из шара. Вот, то есть из вот этого шарика, который я вам сейчас дам, вы будете лепить свои пиалочки. Такой интересный мастер-класс подарила детям из многодетных семей в рамках недели доброты и щедрости одна из гончарных мастерских муниципалитета. Таких мероприятий у нас запланировано несколько. Также у нас запланировано в конно-спортивном комплексе «Русь». Это экскурсия по лошадям и катание на лошадях. Также в бассейне люди смогут покупаться в неделю доброты и щедрости. В целом процесс ручной лепки из глины напоминает работу с привычным для всех пластилином. Но есть здесь ряд особенностей. Например, детали нужно крепить друг к другу лишь специальным клеем под названием шликер. Организаторы предложили ребятам проявить фантазию, показав, как из обычной банальной пиалы можно сделать почти произведение искусства. Вдохновившись идеей, многие тут же принялись превращать свои пиалы в животных. Но некоторые юные гончары пошли своим путем. Я решил маленький горшочек сделать. И смазываешь. Вот смотри, из пиалочки, да, маленький горшочек. А для чего? Ну, для консидок, например. Я думаю, я беру робот. Тут я буду кладить фрукты, овощи. Я обычно леплю из пластилина. Вот это в такой гарстерии леплю из глины. Мы дома еще лепили. Мастер-класс увлек не только ребят, но и их родители, многие из которых не смогли остаться в стороне и активно помогали своим детям. Они из пластилина лепят, но из глины, к сожалению, получается редко. Как-то это не очень такой распространенный материал. Дома не очень с ним удобно работать. А здесь вот такая возможность замечательная. Очень здорово. Ребята увлечены. У каждого получилось индивидуальное какое-то изделие свое. Собственно, каждый проявился. И это самое ценное на самом деле. Не то, какое будет ровное изделие или неровное. Насколько оно будет эстетически красиво. И в каком стиле выполнено. А то, что проявился ребенок сам. После того, как заготовки долепят и раскрасят, их необходимо неделю просушить на воздухе. Затем их первый раз обожгут в печи при температуре 1050 градусов. Покроют глазурью и еще раз обожгут. И только через две недели ребята смогут воспользоваться своими авторскими пиалами по назначению. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. В ночь с 28 на 29 ноября 9 человек отравились газом. Это произошло в хостеле, расположенном в деревне Мамонова. Известно, что в этой частной гостинице проживают люди из разных городов России, приехавшие работать в Подмосковье. За медицинской помощью обратились жильцы одной из комнат на последнем этаже хостела. По словам заместителя главы администрации Ленинского района Алексея Селезнева, пострадали 9 человек, 7 из них госпитализированы. Частный дом, в котором расположился хостел, документально оформлен лишь недавно. Но, как говорят местные жители, существует он уже около 10 лет. В настоящий момент причина отравления постояльцев устанавливается. Сегодня днем на месте происшествия никого застать не удалось. Ни владельцев хостела, ни соседей близлежащих домов. В настоящее время причина отравления постояльцев заведения устанавливается. Сказку «Синяя птица» многие и взрослые дети называют любимой. История брата и сестры, отправившихся в путешествие за «Синей птицей», рассказывает о том, как быть смелым и великодушным, как преодолевать страх и не оставить в беде нуждающегося в помощи. Юные актеры из детского отделения Народного театра «Твид» выступили с премьерой спектакля на сцене Дома культуры. А наш мобильный репортер, побывавший на премьере вместе с ними, снял несколько сцен. Каждый режиссер эту сказку видит по-своему. Галина Василенко, взявшаяся за непростую работу, с помощью маленьких актеров преподнесла зрителям свое видение «Синей птицы». Могли бы превратить мою гордость в «Синюю птицу»? Ты, дорогой, Алёша. Это было бы слишком просто. Вам зовут, сибирь, длинное и очень опасное путешествие в мир, где не бывал обычный человек. Нет смысла пересказывать сюжет, его знает каждый ребенок. В «Твидовской «Синей птицы» главных героев зовут Алёша и Алёнка. Они преодолевают различные препятствия, постигая души вещей, воды, огня, времени. Кто только не пытался препятствовать достижению их цели, дети справились со всеми трудностями. И в итоге, остановив ход времени, вернулись домой. Как и у всех сказок, у этой тоже счастливый конец. Выйдя на поклон, юным артистам едва хватило места на сцене. Многие получили цветы от благодарных зрителей. По всей планете проходит «Черная пятница». Несмотря на название, большинство компаний планируют продолжить скидочную акцию до начала декабря. Как продавцы подготовились к наплыву покупателей, какие скидки готовы предложить, мы узнали на примере магазина «Эльдорадо», который уже полгода работает в торговом центре «Курс». Едва открывается магазин, в него устремляются десятки покупателей. Повсюду стильные плакаты и желтые ценники со скидками. Как говорится, не промахнешься. К «Черной пятнице» здесь серьезно подготовились. 3% стоимости покупки его обернется на бонусную карту. Скидки скидками, но ценник у продавца, как выясняется, может быть еще ниже, если воспользоваться программой лояльности, когда при покупке начисляются бонусы. В дальнейшем покупатель может использовать эти бонусы для оплаты покупок. Это недавняя акция, она появилась у нас только с 19 числа данного месяца. Открывшийся в торговом центре «Курс» в июне 2019 года магазин «Эльдорадо» успел изучить предпочтения жителей Ленинского городского округа, и в «Черную пятницу» скидки предлагаются на самый интересный товар. Если вы любитель дистанционных покупок, нет проблем, вы можете заказать любой товар на сайте «Эльдорадо» и получить его здесь. Спасибо большое. И это не будет покупкой кота в мешке. Здесь при вас технику проверят на качество и работоспособность. Впрочем, и в самом магазине есть что выбрать. На 600 метрах торговых площадей здесь представлено 5000 различных позиций. От мелкой электроники до крупной бытовой техники. Ленинский городской округ активно застраивается. Раньше, чтобы купить в дом необходимое оборудование, нужно было ехать в Москву. Теперь все стало проще. Не только «Черная пятница», у нас каждую неделю есть очень хорошие акции, не только именно «Черная пятница». Мы всегда позиционируем себя низкими ценами. Мы атакующий бренд «Эльдорадо», который всегда конкурирует с другими магазинами. И у нас очень есть хорошие акции, это гарантия низкой цены. То есть нашли товар дешевле, не только вернут разницу, но и дополнительную скидку сделают. Если в «Черную пятницу» приобрести что-то хочется, но зарплата только через неделю, не беда. Прямо здесь же можно взять кредит или купить понравившуюся вещь в рассрочку. Как правило, проблем с этим не возникает. Всего лишь нужен только паспорт. Дальше идет оформление, ждем одобрения банков пять минут. И уже смотрим, какие банки одобрили. Клиент выбирает, какой ему банк больше всего нравится, если он какие-то знает из десяти представленных нами банков. И дальше уже все, идет оформление. «Черная пятница» шагает по планете. И многие наверняка не упустят шанса купить вещь, о которой мечтали с баснословными скидками. Тем более, если ехать далеко не надо. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Групповая стадия женского баскетбольного Еврокубка близка к развязке. Десять групп по четыре команды и лишь половина участников смогут продолжить борьбу за трофей. Перед заключительным туром видновская «Спарта-НК» укрепила свое положение в матче с Косовской-Приштиной. О яркой победе и шансах нашей команды на продолжение Еврокубка расскажет Арсений Рогозянский. Соперницы «Спарта-НК» по групповому этапу Еврокубка. Косовская-Приштина, звезд, неба не хватает. В четырех предыдущих матчах команда не одержала ни одной победы. А значит, хозяйки могут позволить себе сыграть для болельщиков. Или, как говорят в Бразилии, «ноуле». По-моему, все очевидно. Просто уровень каждого отдельного баскетболиста слабее, чем наших игроков. Сомнений в том, что видновчанки одержат победу, возможно, не было даже у соперниц. Слишком уж велика разница в классе. В первом матче между командами был зафиксирован двукратный перевес в счете. На выезде в Косово «Спарта-НК» победила с большим отрывом – 63-126. На паркете видновского дворца спорта Приштина билась до конца. Однако хозяйки спокойно и размеренно подходили к кольцу соперниц. Игра очень захватывающая и красивая. «Спартак» ушел в большой отрыв во второй четверти. Я жду, что сегодня будет фееричная победа «Спартака». Во втором периоде видновчанки забивали чуть ли не в каждой атаке. В этом отрезке матча игра и была сделана. Хозяйкам оставалось поработать на итоговый результат, держа в уме выход в плей-офф Еврокубка. «У команды достаточно высокие цели. И я думаю, что они даже могут выиграть этот турнир». Итоговый счет 115-42 приблизил видновский коллектив к участию в плей-офф Еврокубка. Судьба первого места в группе решится 5 декабря. На своей площадке «Спартака» примет лидера квартета – московский МБА. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Специалисты компании «Россети» Московский регион продолжают прием заявлений от садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков о безвозмездной передаче электросетевого имущества под патронаж электросетевой компании. Для разъяснения упрощенной процедуры данного процесса руководство Ленинского района и электрических сетей организует встречу для представителей поселений. Она состоится 4 декабря с 13 до 17 часов по адресу Ленинский район, поселок Развилка, подстанция Опаренки в административном здании. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.